Начался первый день работы, если можно так сказать Ивану дали поручение разбирать в автомобиле все, что разбирается Чем он активно и занялся Сейчас разбирает перед Разобрали двери, сняли обшивки все изнутри Вот такая титаническая работа, как снятие колпаков была произведена Вот, соответственно, все двери разобрали Передняя дверь была единственной, которая раньше залезала Тут даже следы какие-то, клеи остались Пытались ее как-то там сажать, видимо, на клей А сзади были механические стеклоподъемники Они и есть Забыли мы уже, как их снимать Оказывается, их снимать надо через тряпочку, чтобы кольцо там зажать стопорное и снять ручку Но, тем не менее, двери все разобрали Изнутри, для того, чтобы их можно было подготавливать к покраске Сзади попытаемся вывести вот эту вмятину под надписью «Фокус» Выщукнуть ее через обшивку Надпись, соответственно, табличку тоже сняли И вот, соответственно, вот эти вот задние двери Попытались мы машину завести Была у нас тщетная надежда, что мы просто зальем туда топливо Потому что, когда включали зажигание, стрелочка прям чуть-чуточку поднималась И на этом все заканчивается Думали, может быть, действительно топлива не хватает Квотануло воздух где-нибудь эта машина Нет Крутить-крутит Аккумулятор полностью посадили Сейчас поставили на зарядку Машина не завелась То есть такой фишки, чтобы она у нас прям взяла и поехала, не прокатила Хотя в моей практике такие вещи бывали Когда машину покупали как нерабочую Меняли какие-нибудь пару предохранителей, еще что-то И какая-то, казалось бы, сложнейшая проблема вдруг решалась Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Базы, модернизм, все разбирайте. Ручку наберяй. Вот такая у нас промежуточная стадия. Машину зашпаклевали, превратили в какую-то ужасную трахому. Если бы я эту машину не видел до того, как ее начали готовить к покраске, я бы решил, что сюда привезли какую-то машину с помойки и ради искусства решили из нее сделать что-то нормальное. Вот такого она теперь видела. Вроде была нормальная машина, вся была в заводской краске. А теперь ни одной детали у нас не осталось, на которой не было бы пятен и зашкуренных участков. А вот эта дверь у нас задняя правая. Есть большие сомнения, что мы будем ее ремонтировать. Наверное, ее будет проще купить подержанную где-нибудь на какой-нибудь разборке с битой машиной. А вот крыша у нас заслуживает отдельного внимания. Вот она такая серая. Ее пришлось до грунта зачистить. А причина в том, что лез лак на машине. Мы сначала это снимали, когда машину покупали. Если помните, такими пузырями скрывается лак, обычно на капоте и на крыше. Ну, капот здесь нормальный, потому что он уже перекрашивался. А вот крышу пришлось полностью вышкуривать до грунта. Она стала вот такая вот серая у нас. У нас еще боковинки тоже вышкуривали. Тоже вскрывался лак? А, ты имеешь в виду, просто вышкурили. В общем, машину вышкуривали очень много, тщательно и так далее. И, в общем, для этого класса автомобиля работа достаточно такая, сомнительная. Если бы машина была дорогая и свежая, это было бы, наверное, оправданно. Сделать ее нормально. Интересно, что из этого получится. За сколько у нас ее купят и купят ли вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Немного вышкурили бампер. Теперь начинаем выдавливать места промятые. Вот такие засечки с ними вообще все понятно. Их немножко погрели феном и выдавили наружу. Потом будем их шпиклевать. А вот эта вот поверхность, которая после шлифования осталась не зашлифованной, а немножечко такая блестящая на фоне матовой. Очень легко понять, от чего она образовалась на бампере, такая продолговатая. Это от чужих номеров. Соответственно, когда машины в Испании друг другу паркуются, систематично ударяются, на этой высоте часто висит номер сзади стоящего автомобиля, то есть на переднем бампере. Ну, естественно, у самого автомобиля это задний бампер нашего фокуса. Номер у него висит высоко, гораздо выше в двери. Ну, а здесь вот такая вот за годы эксплуатации, за 16 лет по Испании образовалась вот такая вот площадка, которую мы сейчас будем греть феном, выдавливать и выводить для того, чтобы этот бампер можно было покрасить. Вот у нас пластик прогревается и начинает немножко... Чуть-чуть не спалил, не балуйся с феном, то есть себе руку ты подставляешь. Вот так вот. Смотри, не дотронемся до этой хрени. А как? Учиться-то как-то надо. Можно и по шее получить, если сильно больно сделать партнёру по бизнесу. Да он сам себе сильно больно сейчас делает. Очень сильно. Ничего, научится. Пока есть свободная минутка, решу все-таки залезть немножечко, посмотреть, какой внутри. Этот первый фокус, потому что так сложилось, что первый фокус у меня никогда в жизни не было. Были и второй, и третий, и предыдущие форды были многочисленные Сиерры, и Скорты, и Скорпио, чего только не было. И вот я смотрю, первый фокус, конечно, во многом повторяет мотивы. Сиеровский еще, даже вот эта вот ручка переключения передач прям типичная, такая сиеровская. Хотя с другой стороны, вот это вот скосы торпеды, они впервые были применены на фокусе. Вот такие вот косые грани этого дизайна, и тогда было очень много и противников, и сторонников у этого дизайна. В то же время машина получилась очень успешной, и большим тиражом разошлась, и видите, ездит до сих пор. И даже попала ко мне в руки в таком виде, что я трачу на нее силу, чтобы восстановить такую машину, которой, в общем-то, уже казалось бы, место должно быть на свалке. Вот, и я сейчас разглядываю всякие такие интересные емкости. Вот, например, здесь вот такая, типа полочки для монет, что ли. Я никогда просто не замечал, не отмечал этого, когда видел такие машины, не разглядывал пепельница. Тоже вот совершенно все неровные грани, неровные углы, и такие решения для тех лет достаточно были интересные и, наверное, прогрессивные. Музыка без всяких, естественно, MP3 и без каких-либо изысков даже AUX-хода здесь нет. Но зато есть возможность подключить CD-чейнджер, который, конечно, в этой машине уже никогда больше стоять не будет. Сидение из такого приятного велюра. Эпичный фордовский велюр. Сейчас на него немножко больно и грустно смотреть, потому что в процессе ремонта, естественно, мы все это дело прилично загадили. Да и машина была не особо чистой изначально. И, в принципе, в планах все равно делать полную химчистку на этой машине. Вот, а химчистки у нас будет отдельный небольшой цикл, как мы ее будем делать. Мы будем ее делать торнадором. Кто не знает, что такое торнадор, как раз это может увидеть. А в целом, по интерьеру, я думаю, тоже еще вернемся, когда машина будет полностью готова. Но пока вот мы маленький творческий перерыв. Переходим к ремонту второго бампера. Первую немножечко уже вывели практически полностью, да, ожидаем. Осталось только зашпаклевать его. И будем сейчас делать передний бампер. Он в гораздо более худшем состоянии. Передний бампер придется приводить в порядок более глобальный. Тем более, судя по его внешнему виду, вы уже помните, да, наверное, тот самый бампер, который ремонтировали при помощи картонок и скотча. Да, он вообще бывалый бампер. Прилично порванный. В каких-то случаях, может быть, было проще купить очередной бэушный. Но так как мы уж и решили тут все делать, минимизировать расходы и полностью честно создавать фильм про продажу этого автомобиля и восстановления, будем его делать. И судя по цвету, раньше этот бампер был серебряный когда-то в прошлой жизни. Пожалуй, это единственная деталь в этой машине, которая уже менялась. И была поставлена, очевидно, с какой-то свалки, с разборки. Вот даже видно по клипсам, что красили его не снимая. Типичная испанская покраска. Тут красит без какой-либо изоляции. И отделения деталей от автомобилей. Выводите вот эти спорты. Ну, грейте так же. Вот это место. Можно ничего не купить? Хлебушка. Хлебушка. Поголодался перекуп. А ты заработал на хлебушек? Покупил. Тебя в таком виде в магазине полиция поймает. Это, Ваня, учти, это аванс. В бизнесе знаешь как? Взял кусок хлебушки, потом должен два завтра. А если завтра два не отдал? Три. Уже потом все, даже уже идет счет там при геометрической прогрессии. Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас у нас редкое для местных краев явление. Идет дождь. Сильный дождь. Причем дожди обычно здесь идут часто с Африки. Сахарские так называемые. И такие они грязные. Африки. 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 истинное с фаром пластиковые и общие инфляторы Только выехали из автосервиса Че едем? Лиза я башка